Ну что ж, доброе утро! Мы продолжим наши лекции. Я напоминаю, что мы последние уже пару лекций изучаем теорию групп и теорию представлений групп и то, как теорию симметрии можно использовать для анализа разных физических явлений. Вот в прошлый раз мы сформулировали, ну и доказали теорему Вигнера о том, что можно выбрать одинаковыми базисы неприводимых представлений группы симметрии системы и базис Гамильтониана, собственные состояния. И пользуясь этой теоремой, пользуясь тем, что Гамильтониан инвариантен относительно преобразования симметрии системы, мы смогли доказать теорему Блоха, мы смогли установить вид волновой функции электрона в периодическом потенциале. Вот что бы ни было, вид такой, он навязан симметрией. Мы продолжим сегодня, я надеюсь, что мы сегодня завершим, и я покажу еще более-менее два основных применения симметрийного анализа. Мы поговорим про правила отбора для матричных элементов, и мы поговорим про то, как можно устанавливать связи между теми или иными физическими величинами. Ну и вот про это у нас сегодня пойдет речь. Значит, начнем мы с правил отбора. Ну, для матричных элементов, на всякий случай. Значит, о чем идет речь? В принципе, задача очень простая. Вот смотрите, у меня есть какое-нибудь возмущение В, какой-то оператор, у меня есть волновые функции пситы от R и волновые функции псижитые от R. И есть стандартным образом, как всегда в квантовой механике, записывается матричный элемент оператора В между состоянием, между волновыми функциями пси-Т и пси-ЖИТ. Наша задача заключается в том, чтобы понять, пользуясь соображениями симметрии, вот такой матричный элемент, он тождественно равен нулю, или он может быть ненулевым. Иными словами, очень часто, и вы на самом деле такие примеры уже знаете, теория симметрии позволяет нам сразу сказать без расчета, какие матричные элементы разрешены, какие, например, переходы разрешены, а какие переходы запрещены. Ну и вот мы попробуем сейчас этот подход формализовать так, чтобы вы могли решить более-менее любую задачу, для любого возмущения, для любых базисных функций. Значит, для этого смотрите, что нужно сделать. На самом деле идея эта очень простая. Нам нужно проверить, как преобразуется выражение, которое стоит вот здесь под интегралом. И основную идею я сформулирую сразу. Вот если это выражение, которое здесь стоит, является инвариантом по отношению к преобразованиям симметрии, или это выражение, на самом деле, строго говоря, оно преобразуется по какому-то приводимому представлению, если при разложении этого приводимого представления на неприводимые встретится хотя бы раз тождественное представление, то есть это означает, что из этих базисных функций, каких-то компонентов этого оператора можно таки составить инвариантные комбинации, вот тогда такой матричный элемент может быть не равен нулю. В противном случае, если здесь как бы инвариантной комбинации нету, этот матричный элемент всегда равен нулю. Он равен нулю по симметрии. Не потому что интеграл так обнулился, а потому что на самом деле есть такие операции симметрии, которые, например, этот матричный элемент переводят в такой же, но с противоположным знаком. Вот то, что я сейчас сказал, это основная идея, вы можете ее как бы запомнить и держать в голове, если у вас, не знаю, домашнее животное, какой-нибудь питомец или встреченный на улице человек спросит, а что у вас было на лекции по физике конденсированных средств, в принципе вы можете объяснить идею правила отбора вот таким образом. Значит, нужно проверить, является ли инвариантом выражения под интегралом. Но для того, чтобы навести тень на плетень, для того, чтобы навести строгую теорию, мы будем изучать, как сейчас будут преобразовываться вот такие вот конструкции. Но видно, что здесь есть на самом деле произведение трех величин, но три величины перемножать сложно, поэтому я начну с перемножения двух величин. Итак, смотрите, пусть у нас есть два набора базисных функций, ПСИТА от R и функций ПСИЖИТА, штрихованная, я напишу, от R, на всякий случай, сейчас мне не важно, вот в данном случае это, например, могли бы быть функции из одного и того же набора, но просто какие-то из них сопряженные. А сейчас я вообще рассмотрю произведение любых разных наборов функций. Вот эти функции ПСИТА, они преобразуются по представлению D1 группы симметрии системы, а эти функции преобразуются по представлению D2 группы симметрии системы. Эти представления D1 и D2 сами по себе не могут быть приводимыми, то есть может найтись такое унитарное преобразование, чтобы блочно диагонализовать матрицы представлений, или они могут быть неприводимыми, это не важно. Значит, еще раз, есть два набора функций, и мы знаем, как они преобразуются, то есть мы знаем, по каким представлениям они преобразуются. Фактически мы знаем закон преобразования функций ПСИТА друг через друга при выполнении операции симметрии и закон преобразования функций вот пси-штрихованных друг через друга, опять же, при выполнении операции симметрии. Теперь мы рассмотрим такой набор функций φ большое и t житая, которые, конечно, тоже функции координат. В принципе, может быть еще более сложная система, например, какими-то двухчастичная, тогда у вас еще и появится два разных радиус вектора, но это не по существу, все то же самое. Но мне удобнее пока, чтобы мы рассматривали только одночастичные состояния и, соответственно, одночастичные операторы. Просто произведение этих функций. φ и t от r, ψ-житая штрихованная от r. Если у меня исходных функций было n1, то есть размерность представления d1 была n1, а размерность представления d2 была n2, ну, соответственно, здесь база состоит из n1 функции, здесь база состоит из n2 функций, то функции φ и t житая, естественно, n1 умножить на n2 штук. Мы взяли все возможные произведения. Давайте теперь установим правило, по которым при преобразовании к симметрии преобразуются вот эти функции φ большие. Ну, эта задача простая. Значит, правило преобразования я устанавливаю следующим образом. Я знаю, как преобразуются со множители, поэтому для любого элемента группы симметрии я действую операцией симметрии на вот эту мою функцию. Что такое функция φ? Это есть произведение. И r мне нужно поменять в каждом из со множителей. Но теперь я знаю, что эти функции — это базис представления d1. Значит, преобразованная функция выразится через соответствующие матрицы неприводимого представления, и этот же набор функций. Ну и с этой функцией также. Поэтому я продолжу. Значит, я напишу, что это будет сумма теперь по и штрих и по g штрих. Значит, матрица, которая осуществляет представление d1. Значит, и, как мы привыкли, и штрих, и ψ штрихованная от r. И матрица, которая осуществляет представление d2, по которому преобразуются вот эти вот штрихованные функции, g штрих, g умножить на ψ, g. Вот штрихов здесь много. Ну а теперь смотрите. Я просто соберу отдельно функции, отдельно матрицы. Сумма по и штрих и g штрих остается. И штрих и d2, g штрих, g. Ничего я не делаю, я просто переставляю. А здесь стоит произведение. Пси и т штрихованная на пси ж штрихованная со штрихом. То есть снова функция из набора φ больших, только теперь с другими индексами. Конечно, если у меня были базисные функции, мы взяли их произведение, то их произведение тоже преобразуется по какому-то представлению. Они тоже являются базисом некоторого представления группы симметрии. Матрицы этого представления мы нашли, вот они. Тогда говорят так, что функции φ, которые составлены из произведения наших исходных функций, преобразуются по новому представлению, которое я назову вот так вот d1,2, которое называют прямым или кранекеровским произведением представлений d1 и d2. Сейчас я крестик беру в кружочек. Значит, это прямое произведение, оно же кранекеровское. Вот у нас появилось новое представление, которое является прямым произведением двух представлений, по которым преобразуются со множители. Ну и, соответственно, матрицы представления, вот видно, это и есть кранекеровское произведение. Значит, у нас матрицы, теперь получились вот эти матрицы представления, это матрицы n1, n2 на n1, n2. То есть размерность нового представления, естественно, есть произведение размерности исходного. Очень простая идея, но все, казалось бы, понятно. Теперь смотрите, вот это вот представление, которое мы получили, d1,2, большой размерности, оно, вообще говоря, может быть приводимым. И это представление d1,2, естественно, раскладывается по неприводимым представлениям. Ну, я напишу это так. Значит, оно раскладывается в прямую сумму d1, d2, d3, ну и так далее. Значит, мы это разложение на неприводимые представления, вообще говоря, можем сделать. Как это отдельный вопрос, но если мы говорим про кристаллографические группы, то поскольку, как я уже говорил, все представления известны, то составляются, и такие таблицы есть, таблицы произведений неприводимых представлений. Ну и тогда, соответственно, вы умеете произведение любых неприводимых представлений разложить, произведение любых представлений, в том числе и неприводимых. Вот новое представление, вы можете его разложить на неприводимые. Ну давайте в качестве быстрого примера, чтобы, значит, это все пока не висело в воздухе. Пока мы изучаем только свойства того, как преобразуются произведения функций. Ну, если у меня будет тройка функций, вот пси-тэ, пси-жи-тэ и какой-то оператор V, ну, соответственно, нужно взять, опять же, коронекеровское произведение, но уже трех представлений, тоже ничего страшного. Значит, в качестве примера группа вращений k, давайте, я не буду заморачиваться с четностью, просто группа вращений трехмерного пространства. Мы знаем, что неприводимые представления dL этой группы осуществляются функциями yLm от θ и φ. Мы это с вами подробно обсуждали в прошлый раз, я напоминаю, сферические гармоники, они преобразуются друг через друга при фиксированном L, при всех поворотах, все хорошо. И из квантовой механики вы знаете следующее, вы знаете теорему о сложении моментов, вы знаете, что если рассматриваются вот такие произведения, yLm от θ и φ, yL'M' от θ и φ. Такие произведения, они могут быть представлены в виде линейных комбинаций функций yLm с некоторыми коэффициентами. Фактически, с точностью до перестановки индексов, это есть коэффициенты Клепша-Гордона. Значит, я могу взять произведения двух функций, разных, пожалуйста, угловых моментов или одинаковых угловых моментов, и разложить их по функциям углового момента. Я сейчас не заморачиваюсь здесь с сопряжениями, не заморачиваюсь с порядком индексов. Значит, эти коэффициенты связаны с коэффициентами Клепша-Гордона. Они табличные, вы знаете, в принципе, из квантовой механики, как их строить. Значит, ну или есть просто справочники, в которых эти коэффициенты приведены. Значит, что это означает? И кроме того, вы знаете правила сложения моментов. Вы знаете, что, значит, если у меня есть произведение вот такое, то оно будет содержать все L, которые находятся между модулем разности L и L' и модулем их суммы. Соответственно, прямое произведение представлений DL и DL' раскладывается в сумму, ну, в прямую сумму, соответственно, представлений DL' Каждый из этих DL' входит туда один раз. Это теорема, которую я доказывать не буду. И L лежит, вот это вот, L первое, оно лежит между. Простой пример. Это общее пока было утверждение для группы симметрии, для группы вращений. Ну, а простой пример такой. Я беру и рассматриваю в качестве интересующих меня функций состояние с L равным единице, например, компоненты вектора. И у меня пусть есть два вектора U и вектор V. Значит, ну, мы опять же обсуждали, что с точностью до перехода от декартовых осей к циклическим, значит, их компоненты можно записать так, чтобы они преобразовывались как Y. Ну, и для этого примера все понятно. Значит, L равно единице, L' тоже равно единице, если я изучаю произведение компонент векторов, то тогда в эту сумму у меня войдет L1 равное нулю, единицы и двойки. Что это означает? L1 равное нулю — это скаляр, это просто скалярное произведение U на V, и это есть вариант. L равное единице — это псевдовектор. Мы, я замечу, не обращаем внимания сейчас на преобразование при отражении, отражений, поэтому в данном случае мы вообще векторы и псевдовекторы не различаем, полярные и аксиальные векторы мы не различаем. Это просто есть U крест V. L1 равная двойка — это оставшиеся произведения, которые являются симметризованными комбинациями. Ну и базисные функции я могу выбрать в таком виде, например, Ux Vy плюс Uy Vx и оставшиеся, ну и там еще какие-то комбинации, например, такие Ux Vx минус Uy Vy, опять же симметричные по отношению к перестановке индексов, ну и комбинацию типа, у меня вот она записана, Ux Vx плюс Uy Vy минус 2 Uz Vz. Ну можно, конечно, их написать по-другому, можно их просто написать через соответствующие Y или в соответствующем там комплексном виде. У нас здесь три компоненты и здесь три компоненты. Каждое из исходных представлений D1 трехмерное, значит, их прямое произведение 3 на 3, 9, 9-мерное. Ну и давайте проверять. Одна конструкция, здесь их три компоненты у псевдовектора, значит, их 4, а здесь вы можете проверить, что только останется 5. Ну и действительно, базисных функций с угловым моментом двойка это 5, да? 2L плюс 1. Вот здесь их 5 штук. В простых случаях просто удается это написать ручками, можно ни о чем не думать, можно просто такие комбинации как бы угадать и собрать самому. В более сложных случаях вы открываете таблицу или соответствующий сайт в интернете, находите и потом проверяете. Вы взяли произведение двух каких-то функций, и вы можете установить, зная группу симметрии, по каким неприводимым представлениям какие комбинации преобразуются. Ну вот то, что я сейчас сказал, это было пока очень просто. Значит, мы ввели понятие прямого произведения представлений, и мы ввели понятие, мы ввели просто разложение этого прямого произведения на неприводимые. Сейчас будет сформулирована теорема, которая называется теорема Бернсайда. Бернсайда. Оно позволит проанализировать правила отбора матричных элементов. Я сформулирую саму теорему и следствие. Сейчас будет несколько пунктов. Итак, я рассматриваю конечную группу G, порядок группы H. Для бесконечных групп ситуация, ну, немножко более хитрая, хотя основные выводы останутся в силе. Например, можно будет применять и к группе вращений, которая бесконечная, но обладает счетным числом элементов, или даже к группе трансляций. Значит, группа G, порядок группы H. И этот порядок конечный. Значит, у меня есть D-мюты, где индекс мю идет вот так вот, 1, 2 и так далее, N. Это все неэквивалентные неприводимые представления. Я уже формулировал без доказательства тот факт, что если группа конечная, то число неэквивалентных неприводимых представлений тоже конечное. Вот все неэквивалентные мы пронумеровали. Это D-мюты. Ну, соответственно, D-мюты от G. Иногда я буду писать шляпку, иногда я не буду писать шляпку. Это матрица соответствующих неприводимых представлений. Теперь, N-мюта, я пока еще даже не дошел до формулировки теоремы. N-мюта это размерность представления D-мютова. Теорема Бернсайда говорит нам следующее. Сумма по мю от 1 до N, N-мюта в квадрате, равно H. Если я возьму сумму квадратов размерности неприводимых представлений, я получу порядок группы, я получу число элементов группы. Второе. Отношение H на N-мю целое. В принципе, очень часто вот этих двух фактов для групп не очень высокого порядка достаточно для того, чтобы установить размерности вообще всех неприводимых представлений. У вас там, не знаю, в группе три элемента, его нужно представить в виде суммы квадратов каких-то чисел. и так, чтобы еще вот такие отношения были целые. Ну, кстати, если в группе три элемента, то какие могут быть размерности неприводимых, неэквивалентных представлений? Только единицы. Ну, поэтому, значит, это вот в принципе уже работает. Нам вот важно то, что вот это отношение целое. Пока это такая разминочка. Имеет место соотношение ортогональности. Скажите спасибо, что я не буду заставлять вас это доказывать на экзамене. Я беру и суммирую по всем элементам симметрии, по всем элементам G. Дальше я беру матрицу, матричные элементы ИТ и ЖИТ и представление одного неприводимого D ньютова. И беру сопряженные матричные элементы ЛТ и КТ представление ньютова. При фиксированных ИТ и ЖИТ и ЛТ и КТ это числа просто. И я суммирую по всем элементам группы. По тождественному преобразованию, ну и по всем остальным нетривиальным, которые там есть. Тогда эта штука равна H на nμ, дельта символ μν, дельта символ ИЛ, дельта символ ЖК. На самом деле так. Если эти представления неэквивалентны, если это одно и то же представление. Мы здесь перечислили уже все неэквивалентные, поэтому это одно. Либо μ равно ν, это одно и то же представление. Ну тогда просто это условие написано типа условия унитарности матрицы. А значит, если эти представления разные, то соотношение ортогональности как бы дает ноль. И вот это уже чудо. Вот это соотношение нам сейчас позволит очень быстро обнулять какие-то конструкции, содержащие произведения разных функций или просто некоторые функции. Четвертый пункт. Вот среди этих представлений мы знаем, что есть тождественное. Есть представление, которому соответствуют матрицы размерности 1 на 1. Эти матрицы размерности 1 на 1 единичные. Вот я его обозначу А1, тождественное. Тогда я в качестве представления ν возьму тождественное представление. Тогда очевидно следующее. Если опять же просуммирую по всем элементам группы. Просто матрицы представления, матричные элементы матриц представления какого-то, умноженные на единицы. То есть два варианта. Либо это представление тождественное, и тогда здесь будет сумма из h единиц. Либо по соотношению ортогональности это представление не тождественное, и тогда вот этот дельта символ все убьет. Я мог бы сказать иначе. Если у меня какие-то есть функции, это сейчас мы увидим. Если у меня какие-то есть функции, которые преобразуются по тождественному представлению на неинвариантное. Вот это то, что здесь написано. А если у меня функция преобразуется по не тождественному представлению, то я подействую на нее всеми элементами группы, просуммирую, и я получу 0. Это как бы наивное рассуждение, может быть такое. Ну вот представьте себе, что у меня функция не инвариант, например, тогда при отражении она поменяла знак. Значит, я взял исходную функцию, взял отраженную функцию, просуммировал, получил 0. Или у меня был вектор, и у меня группа, это была группа вращений, значит, у меня был вектор и повороты на какие-то вот дискретные углы. Я получил, это называется звезда вектора, я получил набор, значит, новый векторов, я их просуммировал, в сумме они дали 0. Либо, значит, как бы этих поворотов нету, или, например, поворот только на 360 градусов, тогда у меня есть вектор, он переходит сам с себя, он тождественный. Вот эта штука нам даст сейчас правила отбора. Вот это вот соотношение очень важно. Ну и действительно, пятое следствие уже простое, я его, собственно, проговорил, я его, собственно, уже вам доказал. Пусть фи, т, мю, это какая-то базисная функция, значит, представление демютого. Тогда, если я возьму на эту функцию, подействую всеми элементами группы симметрии, то есть сумма по всем g, демютая, написать, gt, it, от g, фи, gt, и сумма по g. При фиксированном g я просуммирую по g, пользуюсь этим соотношением, и я тогда получу следующее, дельта от мю а1, фи а1 от r. Все, вот это вот то правило, которое я на него уже намекал с самого начала лекции. Если функция инвариант, я подействую на нее всеми операциями симметрии, она не поменяется. Если функция не инвариант, я подействую всеми операциями симметрии, получу все образы функции, я их сложу и получу 0. И вот простой пример с поворотами. Вы взяли вектор, и, скажем, у вас есть поворот на 90 градусов, исходный вектор, повернули так, повернули так, повернули так, вот у меня появилось 4 вектора, их сумма равна 0. Практически, если было бы 120 градусов, это была бы задача про лебедя, рак и щуку. Про 4 вектора не знаю что. Два следствия, уже про интегралы. Значит, пока было просто про функции, теперь про интегралы. Интеграл, важная оговорка, может быть отличен от 0 тогда и только тогда, когда мю это а1, когда функция инвариант. Доказательство очень простое. Смотрите, я рассмотрю этот интеграл, и в этом интеграле сделаю замену переменных. Я буду делать замены переменных, соответствующие элементам группы. С одной стороны, мы знаем, что если я заменяю r на g в минус 1 от r, у меня эта функция переходит вот в такую функцию. А с другой стороны, это просто ортогональная замена переменных, якобиан равен единице, поэтому интеграл не меняется. Поэтому я сделаю h замен переменных, вот таких вот, сколько элементов в группе. С одной стороны, я получу h интегралов, которые равны друг другу, а с другой стороны, это будут интегралы от образов функций. Я их сложу. Сумма интегралов равна интегралу от суммы, и либо функция тождественная, и под интегральное выражение не обращается в 0, либо оно заведомо обратится в 0. Более строго формулировать можно так. Вот этот интеграл тождественно равен 0, если μ не является тождественным преобразованием. Если μ тождественное представление, то есть функция invariant, интеграл, в принципе, может обнулиться, но уже по каким-то другим причинам. Мы взяли просто функцию, которая, тем не менее, интегрально равна 0. Она никак не меняется при преобразовании к симметрии, но у нее там, не знаю, есть положительная и отрицательная часть, они интегрально скомпенсировали друг друга. Почему нет? Такое может быть. Но, значит, уж если это представление μ не тождественное, то этот интеграл обязательно равен. Ну и последнее следствие, это фактически то же самое, я фактически повторю утверждение 6. Вот в каком ключе. Пусть фиты образуют базис некоторого представления D, которое, вообще говоря, приводимо, и это представление D раскладывается на неприводимые представления следующим образом. Сумма CμDμ. Значит, эти коэффициенты, они учитывают то, что какое-то неэквивалентное, неприводимое представление может встречаться несколько раз. Ну, есть, значит, там несколько тождественных представлений, 5 штук потом, значит, там еще каких-то представлений, еще каких-то. Вот как бы есть с учетом вот того, что они могут встречаться по нескольку раз. Вот такие интегралы, M и T интегралы, интегрируются по всему пространству, ну или точнее интегрируются, как бы сказали математики, по носителю функции φ. Вот со всеми теми оговорками, что эти интегралы должны нормально быть определены, хорошо сходиться и так далее. Значит, вот такие интегралы, отличные от нуля, только в том случае, если C, A и T не равно нулю. То есть в эту прямую сумму входит хотя бы один раз тождественное представление. Среди функций φ я могу выбрать такую комбинацию, которая тождественна, она не меняется, она преобразуется по тождественному представлению, она инвариантна, и тогда вот этот интеграл может быть не равен нулю. Для всех остальных комбинаций он заведомо будет равен нулю. Поэтому если сюда не входит тождественное представление, то не надо вычислять такие интегралы, они равны нулю по симметрии, они равны нулю вот этому вот утверждению 6. Ну а если сюда оно входит, то нужно вычислять, ну и столько раз, сколько у вас вошло тождественное представление вот в это разложение, в прямую сумму, столько фактически будет как бы разных, неэквивалентных что ли, нулевых матричных элементов. И это очень удобно, это позволяет вам вычислить правила отбора, определить правила отбора, ну не выполняя расчет интегралов. Сейчас я приведу пример. Конечно, как всегда, физика, наука должна быть самосогласованная, и, конечно, теория симметрии очень сильно помогает. Она позволяет нам избежать лишних выкладок, лишних расчетов, отбросив, значит, например, расчет каких-то интегралов, которые по симметрии обращаются в ноль. С другой стороны, конечно, высшим пилотажем является следующее. После того, как вы посчитали те интегралы, которые не нули, посмотреть на те, которые должны обращаться в ноль по симметрии, и все-таки убедиться в том, что они действительно обращаются в ноль. Но очень часто это помогает отловить какие-то ошибки в численных расчетах, ну или позволяет понять, вообще не ошиблись ли в постановке задачи. Правила отбора очень просто формулируется. У меня есть матричные элементы между какими-то начальными и конечными состояниями какого-то возмущения L, а именно вот такие интегралы psi, f, t сопряженный, какие-то операторы v, l, t, psi, i, t, dr. Пусть вот эти функции psi, t преобразуются по представлению, я прошу прощения, здесь psi, давайте я напишу, как у меня в конспекте здесь φ, чтобы просто было проще. По представлению dφ, пусть эти функции преобразуются по представлению d, psi, вот прямо с учетом сопряжения. Я не хочу сейчас заморачиваться с тем, что на самом деле бывает, важно это сопряжение или не важно, бывают разные ситуации. Бывают ситуации, когда функции, и им комплекты сопряженные преобразуются по одному и тому же, представлению 0, или по эквивалентным неприводимым представлениям. Бывает, так что это не так, вот не хочу сейчас заморачиваться. Всякий раз это можно легко установить. Ну и, наконец, значит, как бы оператор b, он преобразуется по представлению d, как у меня написано v. Значит, подинтегральное выражение, согласно тому, что мы установили, преобразуется по представлению матричного элемента, который есть прямое произведение вот этих самых вставлений. dφ, dψ, dvt. Для кранекеровского перемножения матриц, естественный их порядок не важен, d1, d2, d3. Тогда из этого пункта следует следующее. Вот это представление нужно разложить на неприводимые. Значит, и дальше два варианта. Среди этих представлений есть d, a1, есть тождественное. Тогда можно надеяться на то, что эти матричные элементы не равны нулю. Ну, точнее, нет симметрийного запрета на то, чтобы какие-то матричные элементы обнулились. Столько раз, сколько в это прямое произведение войдет тождественное, столько будет как бы независимых матричных элементов, столько интегралов вам реально придется посчитать для того, чтобы получить ответ. Если нет, тождественного ни разу оно не вошло, все эти матричные элементы тождественные равны нулю. Вот здесь вот все равно эти интегралы обнулятся. Но это уже не будет связано с симметрийными ограничениями. Важно то, что вот симметрия четко говорит, нету среди этого представления тождественного. Все. Обсуждение закончили, матричные элементы равны нулю. Если вы мне приносите такой симметрийно запрещенный матричный элемент, я вас отправляю назад и заставляю разбираться, почему у вас получился ненулевой интеграл, хотя выражение, которое стоит под интегралом, не является ингрентом. Давайте в качестве примера разберем оптические переходы. Это вообще одна из ключевых задач как квантовой механики, так и, конечно, теории конденсированных сред. У вас есть какие-то состояния, например, электронные состояния в кристалле, или фанонные состояния в кристалле, или примесные состояния какие-то в кристалле, там электрон на примеси. Значит, и вам нужно рассмотреть оптический переход. Под действием электромагнитной волны падает, например, на кристалл плоская электромагнитная волна, вам нужно рассмотреть, возможно ли такие квантовые переходы или невозможно. Например, возможен ли переход между состояниями зоны проводимости и валентной зоны в данном полупроводнике при данной поляризации света. Вот это очень типичный пример. И анализ осуществляется ровно с использованием той теории, которую мы с вами только что развили. Например, в электрическо-дипольном приближении при известных оговорках оператора возмущения под действием электромагнитного поля. Оператора возмущения выглядели следующим образом. А это векторный потенциал, П это оператор импульса. Значит, векторный потенциал какой есть, такой есть, он задан. Ну, значит, П это минус ИН, ДПДР или минус ИН градиент, значит, это оператор импульса. Таким образом, для анализа правила отбора нужно понять, какие ненулевые матричные элементы оператора импульса могут быть между нашими состояниями. Ну, все остальное задано. Заряд электрона задан, М0С задано, векторный потенциал я выбираю таким, каким я хочу. Он определяется просто поляризацией падающего из лучей. Давайте сначала простое. Пример из атомной физики. Группа КН, значит, наше пространство с инверсией. П импульс, это вектор. Оператор П преобразуется по представлению Д1 минус. Угловой момент единица, и он нечетный по отношению к инверсии. Значит, если я говорю, что базисные функции начального состояния преобразуются по представлению ДЛИТ и с четностью СИТ, пусть функции конечного состояния преобразуются по представлению ДЛФТ с четностью СФТ. Значит, С, это, извините, не спин, это четность. Могут быть либо плюс, либо минус L. Значит, ИТ, ЛФТ пробегаются, то есть на значение 0,1,2 и так далее. Когда я буду перемножать представление, значит, мне нужно что сделать? Мне нужно, в принципе, рассмотреть матричный элемент оператора В, то есть матричный элемент Е, М0С, ПСИФТ от Р, А минус ИН, ДПДР, ПСИТ от Р, ДР. Вот функция и посерединке оператора возмущения. Значит, мне нужно тогда рассмотреть произведение трех представлений Д1 минус на ДСИТЛИТ на ДСФТЛФ. Здесь неважно, я беру сопряжение, представление от этого не меняется при комплексном сопряжении, значит, Y все равно они переходят как бы сами в себя. Просто там замена каких-то аргументов на противоположное. И мне нужно проверить, есть ли среди них тождественное. Ну что я понимаю? Когда я буду перемножать, во-первых, эти представления, у меня будут перемножаться их четности. Если у меня начальное и конечное состояние одной четности, то их произведение будет четным. Если они разные четности, то оно будет нечетным. Поэтому сразу я могу увидеть здесь правила отбора по четности. Для того, чтобы было тождественное, мне нужно, чтобы вот это произведение было нечетным. Это означает, что четность начального и конечного состояния должна быть разная. То есть СИТ умножить на СФТ, если угодно, должно быть минус единица. Четность разная. Это понятное правило отбора. По отношению к пространственной инверсии у меня оператор импульса меняет знак. Значит, если начальные функции четные при пространственной инверсии, конечные функции должны быть нечетными. Если конечные функции четные, тогда начальные функции должны быть нечетными. И это мы сразу видим вот из этого требования. Мы должны рассмотреть это произведение, разложить на неприводимые и проверять, содержится ли здесь тождественное D0, извините, плюс. Если содержится, то сколько раз. Удобно на самом деле действовать следующим образом. Можно взять и рассмотреть просто произведение начальных и конечных функций, разложить вот это произведение на неприводимые. Мы уже знаем, что с четностью все хорошо, оно должно быть нечетным. В этом прямом произведении будут входить L, такие от LI-LF до LI+, LF. Все будут входить. Я возьму любой из этих L и умножу на D1. У меня войдет то же самое. L войдет с минус единичкой, войдет с плюс единичкой. Для того, чтобы получился в результате 0 после умножения на D1, это означает, что вот среди вот этих L должна быть единица. Правда? Значит, тогда, когда я умножу представление DL на D1, у меня войдут здесь L, равное L-1, L, L-1. Единственный вариант, который мог бы быть равен 0, это вот этот. Поэтому, иными словами, правила отбора можно было бы здесь сформулировать следующим образом. В прямом, как бы, в произведении функции, в произведении представлений, по которым преобразуются начальные и конечные состояния, должно войти представление, по которым преобразуются компоненты вектора. Это означает следующее, и это вы можете проверить. Если среди вот этих L между разностью L и LF должна быть единичка, это означает, что L и LF могут отличаться только на единицу. Можно подумать, здесь, может быть, есть одна хитрость, я на нее сейчас обращать внимания не буду, но кто сообразит, тот сообразит. Ну и вот это правило отбора, что L и LF отличаются на единицу, оно вам известно из квантовой механики, из курса, который здесь читает Сергей Анатольевич, а у наших коллег в ИТМО читает Петр Сергеевич. Значит, это правило вам должно быть известно. Если вы рассматриваете переходы в системе со сферической симметрией, оптические переходы, например, в атоме водорода, эти переходы идут между состояниями с соседними L. Например, из L единица в L двойку, из L двойки либо в единицу, либо в тройку, и так далее. Ну и с четностью все нормально, потому что мы знаем, что эта функция, это функции координаты, и поэтому четность представления на самом деле навязана четностью L. Вот это тоже важный факт. Значит, если у вас есть L нечетная, то и знак S будет нечетный. Если у вас есть L четная, то знак S будет четный. Ну мы это с вами понимаем, да, если у вас нулевая степень координаты, она четная, вторая степень координаты четная, десятая степень координаты четная, А первая, третья и так далее, степени координаты, они нечетные. Но они соответствуют, конечно, номеру угловой гармоники, в котором все это преобразуется. Поэтому вот так эти правила отбора действуют, все хорошо. А вот другой пример, имеющий отношение к кристаллам, точечная группа ЦС. Я напомню, что в этой точечной группе она очень простая, в ней есть тождественная операция, есть операция отражения в плоскости, которую я вот назову XY, значит, X, Y и ось Z. И опять же, в прошлый раз мы установили, какие в точечной группе ЦС есть неприводимые представления. Есть всего два неприводимых представления. А штрих, тождественная, и А два штриха, которая меняет знак при отражении в плоскости. Но дальше очень легко. Компоненты импульса P, значит, PX, PY, PZ. Очевидно, что PZ компоненты импульса меняет знак при отражении, поэтому PZ преобразуется по представлению А два штриха. А компоненты импульса PX и PY знака при отражении не меняют. Ну и поэтому, естественно, и при тождественном преобразовании они не меняют знака. Поэтому здесь преобразуются независимые PX и PY. PX является инвариантом, и PY является инвариантом. Ну теперь очень легко все понять. Смотрите. Если я взял такую поляризацию, что векторный потенциал параллелен Z, а матричный элемент возмущения, я напомню, E, M0C, A на P. Значит, если здесь стоит AZ, здесь стоит PZ. То тогда нас интересуют правила отбора, значит, под действием оператора PZ. И это означает, что начальное и конечное состояние должны преобразовываться по неэквивалентным представлениям. Тогда в интеграле PXF, сопряженное PZ и IT, DR, это преобразуется по A2 штриха. Поэтому, если каждая из них была бы тождественная, то под интегральное выражение было бы равно нулю, потому что оно было бы преобразовывалось по A2 штриха. Если и PXF, и PXF преобразуется по A2 штриха, опять же, их произведение это тождественное. Да, значит, PZ в квадрате как бы четная функция, но если я возьму две функции, произведение двух функций, которые нечетные при отражении, их произведение будет, конечно, четное. Поэтому в таком случае этот матричный элемент не равен нулю, либо когда PZT преобразуется по A штрих, а PZFT преобразуется по A2 штриха, либо наоборот, PZFT преобразуется по A штрих, PZIT преобразуется по A2 штриха. Понятно? Это вопрос такой тривиальной четности по отношению к отражению. Ну, а если поляризация, наоборот, выбрана в плоскости, векторный потенциал как-то лежит в плоскости XY, ну тогда понятно, что PX или PY или любая их линейная комбинация, она тождественная, поэтому и начальные и конечные состояния должны преобразовываться по одному и тому же представлению. Либо по тождественному, оба по A штрих, их произведение тогда тоже будет по A штрих, и с учетом того, что PX или PY тоже преобразуется по A штрих, подинтегральное выражение будет тождественно преобразовываться по тождественному представлению. Либо наоборот, и начальные и конечные состояния должны преобразовываться по A2 штриха. Тогда их произведение все равно будет четно при отражении, и будет преобразовываться по тождественному представлению, ну и тогда этот интеграл будет не равен нулю. То есть, в случае поляризации по оси Z, начальные и конечные состояния должны иметь разную четность при отражении, а когда у вас поляризация в плоскости, одну и ту же чётность при отражении. Конечно, и в том, и в другом случае, в котором я два примера привёл, они на то были и примеры, что вы ответ могли бы получить сами, независимо из других соображений. Но здесь на самом деле соображение чётности настолько очевидно, что не надо было бы городить загород и выписывать, какие бывают представления. В группе вращений вы просто уже знаете ответ из квантовой механики, если бы вы его знали, то и мне было бы сложнее вас убеждать. Но во всех остальных случаях работа с неприводимыми представлениями, она всегда даст ответ. Вы берёте подинтегральное выражение, раскладываете произведение подинтегральных функций на неприводимые, представление, по которому преобразуется произведение подинтегральных функций на неприводимые, и ищите, есть ли там тождественное или нет. Если нету, всё, забываете, матричный элемент равен нулю. Если есть матричный элемент, может быть, не равен нулю, по крайней мере, симметрия не накладывает на него никаких ограничений. Мы обсуждали правила отбора, А теперь мы будем анализировать то, что называется функцию отклика. Дело в том, что очень многие физические эксперименты ставятся следующим образом. У вас есть какая-нибудь система, какая-нибудь среда. Вы на нее накладываете внешние воздействия, и вы смотрите, как эта среда откликается. Ну, например, вы прикладываете к ней электрическое поле и изучаете электрический ток, который потек в этой среде. У вас было внешнее воздействие электрическое поле, в результате этого воздействия возник электрический ток. Или вы приложили внешнее магнитное поле и изучаете возникновение намагниченности. Или вы деформировали среду и изучаете что-нибудь, что происходит. Либо упругие напряжения, которые в ней возникают, либо, а почему нет, намагниченность среды или еще что-то. И поэтому для анализа вот таких эффектов очень важно было бы иметь аппарат, который бы мог сказать примерно следующее. Вот у меня написано внешнее воздействие, и меня интересует какой-то определенный отклик. Вот может ли быть этот данный отклик на данное внешнее воздействие? Например, более-менее с очевидным ответом, может ли быть электрический ток как отклик на электрическое поле? И если да, то какой именно материальный тензор? Сейчас я поясню, что это такое, хотя вы это и так знаете. Какие именно независимые компоненты тензоропроводимости в данном случае обеспечат этот отклик? Или, например, более тонкий вопрос. Может ли намагниченность возникать как отклик на электрическое поле? я приложил электрическое поле, намагнитится ли у меня какая-то среда? Теория симметрии позволяет дать ответ на этот вопрос. Она не позволяет сказать, большой ток потечет или маленький, будет существенная намагниченность или пренебрежима маленькая, она не даст вам величину. Но она, по крайней мере, даст вам ответ на вопрос, а, возможен ли этот эффект, и б, если он возможен, то каких именно связей можно ожидать. То есть правда ли, что намагниченность будет просто профессионально магнитному полю, или зависимость будет какая-то хитрая, магнитное поле прикладываете в одну сторону, но личность появилась в другую сторону. И это очень важно с точки зрения симметрии, провести такой анализ, потому что даже не выполняя эксперимент, можно уже понимать примерно что ожидать. Или если эксперимент выполнен, к вам приходит экспериментатор с соответствующими данными, вы можете проверить, а по симметрии это соответствует или нет? Симметрия того кристалла, который он изучает, или не соответствует. А если соответствует, это уже хороший дальше шаг, для того, чтобы искать микроскопическую природу эффекта, рассчитывать функцию отклика. А расчет функции отклика, как, опять же, вы, наверное, уже слышали из квантовой механики, часто сводится к тому, что нужно просто рассчитать матричные элементы под действием некоторого возмущения. Нужно рассчитать, как у вас изменятся волновые функции в среде под действием возмущения, ну и в результате найти отклик. То есть, первый шаг такой. Вы делаете, на самом деле, симметрийный анализ. И если вы уже знаете, что такой отклик возможен, то дальше более-менее понятно, что нужно считать матричные элементы. И, опять же, симметрия вам позволяет сказать, какие матричные элементы нужно считать, а какие не нужно считать. Вот это вот то, что общая постановка задачи. Ну а, значит, теперь мы пошли как бы к той формулировке, которой мы будем пользоваться. Вот нас интересует связь между двумя тензорами. Я назову один из этих тензоров АИТой, это будет отклик среды. Ввиду второй тензор B, житой, воздействия. Индексы E и G, это могут быть какие-то мультииндексы. В общем случае, это не обязательно просто декартовые индексы. Ну, например, у вас воздействие может быть тензором второго ранга или тензором седьмого ранга. А отклик у вас может быть тензором третьего ранга. Вот вся вот эта тензорность, она сидит в индексах E и G. То есть, это может быть либо просто там альфа, бета, то есть x, y, z. Либо там могут быть какие-то их более сложные конструкции. Два индекса, три декартовых индекса, четыре декартовых индекса и так далее. Ну вот в нашем простом примере, например, B это магнитное поле, а это намагниченность. Или B это электрическое поле, ну вот компоненты. А это компоненты электрического тока. Или намагниченность, или деформация, или чего вы хотите. Если вы смотрели домашнее задание, а я надеюсь, что некоторые из вас в него смотрели, ну там такие задачи есть. Значит, теперь связь между А и Б осуществляется материальным тензором. Пишут так. А и Т равно лямбда и Т житое, Б житое. Ну и, естественно, подразумевается суммирование по повторяющимся индексам. Сумма по И житое, лямбда и Т житое, Б житое. Вот этот тензор лямбда, он определяется свойствами среды. Если А и Б я могу выбирать такими, какими я хочу, ну я экспериментатор, например, гипотетически, я могу прикладывать какие-то внешние поля и направлять их туда, куда я хочу. Вот только что мы брали в нашем примере оптических переходов, мы могли выбрать поляризацию света так, как я хочу. Мы могли, значит, выбрать векторный потенциал, направить туда, куда мы хотим. И отклик я могу мерить, в принципе, такой, какой я хочу. Любую компоненту тока, любую компоненту на магничность, любую компоненту тензора деформации, чтобы это не означало, все что угодно. А вот тензор лямбда, это тензор, который знает про среду. Вот ключевым фактом, в котором придется житься, это не вполне очевидно, что вот это как бы А и Б, это что ли физические тензоры, это наши воздействия, наши поля. А лямбда это материальный тензор. Ключевым фактом, вот для такого симметрийного анализа, заключается следующим. Линейно связанными, линейно связанными могут быть лишь величины, которые преобразуются по эквивалентным представлениям точечной группы систем. Величинами преобразующимися по эквивалентным, и второе, важно, первое, представления должны быть эквивалентны, и второе, нужно рассматривать только точечную группу симметрии, не надо учитывать трансляции. Если у вас есть величины, которые преобразуются по неэквивалентным представлениям, то тогда это означает, что есть какое-то преобразование симметрии, которое, например, ваш отклик не поменяет, а воздействие поменяет. И такого быть не может. Только величины, которые преобразуются одинаково, могут быть линейно связаны. Вот попробуйте с этим пока сжиться. Я знаю, что это непросто, особенно после того, как обычно, в каком-нибудь курсе общей физики говорят так, давайте рассмотрим, какие могут быть компоненты независимые у тензора, не знаю, второго ранга, осуществляющего связь между полем и током, между полем и поляризацией. Вот этот материальный тензор, он как бы просто говорит о том, какие компоненты, какие комбинации b-житых будут преобразовываться так же, как какие-то аиты. Только величины, которые преобразуются одинаково, могут быть связаны друг с другом линейно. Ну, еще раз, простой пример. Пусть у нас есть группа симметрии, в которой есть отражение. Ну и, соответственно, все элементы, все величины могут быть либо четными, либо нечетными по отношению к отражению. Если у вас воздействие системы меняет знак при отражении, ну вот так вот, например, соответствующая компонента внешнего поля, а отклик не меняет знак при отражении, тогда такой связи быть не может. Я выполню отражение, здесь ничего не поменяется, а здесь поменяется знак. Поэтому могут быть связаны величины только, которые преобразуются одинаково. Ну, поэтому делают обычно так. Вот у меня есть аиты, у меня есть б-житы. Есть представление d-a, которое раскладывается каким-то образом на неприводимые. Есть представление d-b, по которым преобразуются эти величины, и которые раскладываются тоже на неприводимые. Ну вот здесь сначала совпало, а дальше уже пошли другие какие-то. Дальше я нахожу те, которые совпадают, и там, и там есть d1, и там, и там есть d2. Дальше я делаю следующее. Я говорю, хорошо, из компонент тензора Аитова я могу составить комбинации, которые преобразуются по d1. Это будут какие-то базисные комбинации a1 со штрихом. Ну, какая-то комбинация этих букв a. И то же самое для b. Я могу составить комбинации, которые преобразуются точно так же. Это будут комбинации b1 со штрихом. Если представление, например, d2 двумерное, ну так, гипотетически, значит, тогда у меня для представления d2, у меня, например, a1, 2 штриха, a2, 2 штриха. Пара базисных комбинаций, которые преобразуются по представлению d2. И я могу найти такую же пару среди b, которые преобразуются среди, скомбинировать из b житых, такую же конструкцию, которая преобразуется по d2. Ну вот, b1, 2 штриха, b2, 2 штриха. Я сейчас приведу пример, будет проще. Пока я, значит, описываю общий вариант, общий подход. Взяли интересующие нас отклик и воздействие, разложили на неприводимые представления, представления, по которым они преобразуются, нашли эквивалентные, нашли базисные комбинации, которые преобразуются одинаково. Вот если они преобразуются по эквивалентным представлениям, значит, можно с помощью унитарных преобразований, с помощью каких-то поворотов, комбинаций, выбрать так, чтобы вот они были одинаковые. Например, это тождественное, и там и там, значит, нужно найти варианты. Если какое-то другое представление, ну вот, нужно найти такую парочку, которая будет преобразовываться ровно так же, как и эта парочка. А дальше мы записываем линейные связи в простом виде. Вот эти преобразуются одинаково. Значит, может быть между ними линейная связь. Лямбда 1. Эта парочка преобразуется так же, как эта парочка. Значит, может быть между ними линейная связь. Ну вот, если я их выбрал так, что они преобразуются одинаково, значит, эта линейная связь такая. 1, 2 штриха. Лямбда 2. Да. B1, 2 штриха. И А2, 2 штриха. Та же самая константа, потому что они преобразуются друг через друга. B2, 2 штриха. Если есть еще какие-то здесь найдутся эквивалентные, неприводимые представления, то то же самое. Находим комбинации, которые являются базисными для этих представлений и преобразуются одинаково. И устанавливаем между ними линейную связь. После этого, конечно, можно исходно вернуться в исходный базис. Ну и, значит, соответственно, выписать уже не нулевые компоненты исходного материального тенза. Идея простая. Ну вот, для начала простой совершенно пример, тривиальный пример. Пусть меня интересует по-прежнему закон Ома. То есть меня интересует линейная связь, электрический ток, вызванный электрическим полем. Я могу эту связь в общем виде написать так. Йот альфа, сигма альфа бета, Ебет. Значит, Е альфа и Ебета — это декартовые компоненты полей. Поле и ток — это, соответственно, векторы. Сигма альфа и бета — это материальный тензор. Проводим. Я не буду доказывать одно утверждение, я его просто сформулирую здесь без доказательства. Сигма альфа бета равно сигма бета альфа. Значит, без внешних магнитных полей, значит, тензор проводимостей симметричен. Значит, это можно доказать. Теперь меня интересует, в какой-то среде, с какой-то точечной группой симметрии, какие могут быть ненулевые, неэквивалентные, как бы, независимые компоненты у тензора. Ну вот, если я рассмотрю группу симметрии КАШ, то все просто. Компоненты тока преобразуются по представлению D1-. Компоненты электрического поля преобразуются, извините, по тому же самому представлению D1-. Это трехмерное представление. Сразу не нужно было ничего приводить ни к чему. И поэтому связь будет осуществляться одной константой. Ну и если я выберу эти функции так, чтобы они преобразовывались одинаково, то есть мне нужно взять один и тот же базис. Взять декартов базис и для тока, и для поля. Или взять циклический базис для тока и для поля. То тогда связь будет простая. Jx, σ, E, Y, Y, σ, E, Y, Y, Z, S, E, Z. Но это вот этот случай. Мы нашли, что у меня три компонента в данном случае. Тока Jx, Jy, Jz преобразуются точно так же, как три компонента электрического поля. Ex, E, Y, E, Z. Тогда между ними возможна линейная связь. Причем вот именно между теми величинами, которые преобразуются одинаково. Между EX и Jx. Какая-то константа σ. между E, Y и Y. Они преобразуются по тому же самому представлению, что EX и Jx. Поэтому здесь та же самая σ. Ну и так далее. Понятно? Конечно, этот пример очевидный. Если у вас изотропная среда, то у вас ток будет течь туда же, куда направлено внешнее поле. Мы могли про это вообще и не думать. Но тем не менее, значит, симметрийный анализ вот это вот позволяет сразу увидеть. Ну а вот чуть-чуть более сложный пример. Пусть теперь у меня группа симметрии не KH, а группа симметрии S2. В этой группе симметрии какой есть элемент помимо тождественного? Да, есть пространственная инверсия. И мы помним, что эта группа простая на Абелева. В ней только одномерные представления. Есть представление А+. Это функции четные при инверсии. И нас они не устраивают. У нас электрическое поле и электрический ток это векторы, они не четные при инверсии. И есть представление А-. Это представление одномерное. Поэтому, если я взял какой-то произвольный базис, произвольные направления ток, то у меня так, любая собственная функция, вот, любая базисная функция этого представления А- при всех, значит, при тождественном представлении она переходит сама в себя, а при инверсии она меняет знак. Поэтому компонента тока Йx преобразуется так же, как Еx, так же, как Еy, так же, как Еz. Все они преобразуются совершенно одинаково. Они все меняют знак при инверсии. Никаких других элементов, кроме тождественного, нет. Поэтому я могу написать так. Йx это есть σXXXЕx плюс σXYЕY плюс σXZЕZ. σXX, σXY, σXZ здесь совершенно независим. Потому что, еще раз, каждая из этих функций преобразуется по одномерному представлению А-. Поэтому может быть своя связь между током Йx и Еx, своя связь между током Йx и Еy и своя связь между компонентом тока Йx и Еz. Ну, соответственно, в общем случае, конечно, у меня для Йy и Йz будут такие же соотношения. Значит, у меня получается вообще страшное дело. У меня получается, что в таком вот простом подходе тензор σαβ, он имеет, вообще говоря, практически все независимые матричные элементы. Ну, с точностью вот до дополнительного требования симметрии по отношению к перестановкам. σXX, σYY, σZ, σXY, σZ, σXY, σXY, σZ, σYZ. А вот эти компоненты получаются из соотношения, что? Соотношения симметрии по отношению, извините, к перестановкам. Дополнительное требование, я его пока не обсуждаю. Дополнительное физическое требование, которое откуда-то взялось. Так что формально, если у меня есть какие-то произвольные оси, у меня как бы получается 6 независимых компонентов. 3 диагональные и 3 вот эти вот наддиагонали. Конечно, тензор σ, этот тензор симметричный. Поэтому я могу выбрать базис, в котором перейти вот от осей X, Y, Z, которые у меня были как-то произвольно выбраны, к каким-то новым осям X', Y', Z', в котором σ был бы диагональным. Понятно, любой тензор второго ранга симметричный, я могу выбором осей привести к диагональному виду. Важно отметить, что поскольку у нас в группе всего есть один нетривиальный элемент, выбор этих осей не фиксирован. И может оказаться так, что, например, вы меняете температуру, и у вас вот эти вот собственные оси, в котором σ диагональные, меняются. Какая-то есть тройка осей, но она разворачивается куда-то. Или вы меняете какие-то внешние условия, например, внешнее давление на систему. И то же самое у вас эта тройка осей меняется. Поэтому вы можете сказать, что у вас в такой ситуации есть три диагональные компоненты, но еще есть выбор, есть как бы свобода выбора собственных осей. Поэтому, конечно, в симметрии S2 эффект проводимости изучать очень интересно. Нужно мерить в общем случае 6 констант. И более того, в зависимости от внешних условий, ну вот самое простое, в зависимости от температуры, у вас эти константы могут поехать. Они могут меняться, соотношение между ними может так меняться, что собственные оси тензоропроводимости будут меняться. И я хочу в конце этой лекции привести еще один мощный пример симметрийного анализа. Фактически это будет тоже в каком-то смысле анализ функции отклика. А с другой стороны, я сейчас, пользуясь соображениями симметрии, выведу уравнение Максвелла. Я мог бы вывести какие-нибудь другие уравнения, не знаю, описывающие там поведение нейтрино. Но мне кажется, уравнение Максвелла нам с вами ближе. Конечно, я хочу подчеркнуть, что теория симметрии не говорит вам о том, вот большие эти компоненты проводимости или маленькие, большой ток потечет или маленький. Она позволяет вам уже установить какие-то ограничения на них. Ну вот, очень жесткое ограничение, например, для свободного пространства и совсем не жесткое для группы С2. Для группы ЦС, ну вот, ясно, что, поскольку компоненты разные будут вести себя по отношению к отражению в плоскости по-разному, там будет хитро, например, одна из компонент тензоропроводимости отцепится. Сигма ЗЗ всегда будет независима, и Z-компонент оттока будет вызываться только Z-компонент электрического поля. Итак, это просто пример. Уравнение Максвелла, вывод уравнения Максвелла. Значит, представьте себе, что мы работаем, опять же, в трехмерном пространстве с инверсией, в котором нету, конечно, никаких ни внешних зарядов, ни внешних токов. Мы будем пока изучать только свободное пространство. Тогда в этом пространстве есть только поля. Есть электрическое поле Е, это истинный вектор. Компоненты электрического поля преобразуются по D1-. И есть магнитное поле B, это псевдовектор. Компоненты преобразуются по D1+. Е нечетно по отношению к инверсии, как и любой вектор. Б четно по отношению к инверсии, как и любой псевдовектор. Есть еще одна симметрия, про которую я упомяну. Она очень важна для анализа физических законов. Иногда ее нужно применять, иногда ее не нужно применять. Когда выводится уравнение, описывающее распространение волн или распространение электрона в какой-нибудь среде, как правило, эту симметрию нужно. Есть еще симметрия к инверсии времени. Но мы знаем, что в целом все уравнения физические должны быть инвариантны, независимо от того, время течет вперед или отправилось вспять. Я могу прокрутить кинопленку назад, я могу повернуть скорость и частиц назад, все должно быть то же самое. По отношению к инверсии времени электрическое поле четное. Электрическое поле, конечно, это феноменология. Конечно, мы знаем просто, откуда-то из главы, что электрические поля создаются зарядами, а заряды при инверсии времени не меняются. А магнитное поле, наоборот, нечетное, потому что магнитное поле связано с токами, магнитное поле создается движением зарядов, тогда при инверсии времени у меня направление токов меняется на противоположное, и магнитное поле меняется. Вот это все, что мы знаем. Все, что мы знаем феноменологически. И дальше наша задача построить уравнение Максвелла, построить уравнение, которое будет удовлетворяя этим симметрийным требованиям, ну и минимальным физическим требованиям. То есть это уравнение должно быть низшего порядка по времени и по координатам, ну просто потому, что когда вы строите любую физическую теорию, нужно понимать, что чем вы делаете более сложные уравнения, добавляете лишние производные по времени или лишние пространственные производные, вы за это чем-то платите. Поэтому нужно стараться стартовать с наиболее низких производных, те, которые разрешены симметрией. Если они разрешены, уже хорошо. Если что-то запрещено, значит двигаемся дальше. Ну а тогда смотрите, что у меня еще может быть. Значит, мне нужно установить связь между электрическими магнитными полями, ну или какими-то их производными. Так? Просто связь между Е и Б, каким-то коэффициентом, я установить не могу, потому что они преобразуются по неэквивалентным неприводимым представлениям. Согласны? Кроме того, они имеют разную четность по отношению к инверсии времени. Но с четностью по отношению к инверсии времени я могу легко справиться. Я могу сказать, ну хорошо, если у меня электрическое поле четное по отношению к инверсии времени, то ДЕ по ДТ у меня по отношению к инверсии времени уже нечетное. Правда? Значит, если у меня функция четная, ее производная нечетная. Поэтому ДЕ по ДТ по отношению к инверсии времени нечетная. Но все равно ДЕ по ДТ это вектор. А магнитное поле это псевдовектор. И единственный способ, как мне теперь связать электрическое и магнитное поле, это мне написать пространственные какие-то производные, которые бы из псевдовектора мне сделали вектор. Мне нужно взять ротор. Поэтому я говорю так, что у меня это есть какая-то константа С1 умножить на ротор магнитного поля, то есть на векторное произведение оператора градиента и магнитного поля. В принципе, мне никто не запрещал бы писать здесь более высокие производные по времени, третью, пятую, седьмую и так далее. Или никто не запрещал писать более высокие пространственные производные. Но я сказал, что я хочу работать с самыми низкими производными, которыми я могу. Я хочу, опять же, если бы это была бы теория поля, я хотел бы строить теорию, значит, как бы, ну, что ли, самую низкоэнергетическую. Ну, а в реальности, значит, вот мир устроен так, что самые низкие производные-то и важны. Ну, я могу написать второе уравнение совершенно эквивалентно. Я могу из магнитного поля, которое нечетно по отношению к инверсии времени, сделать псевдовектор четный по отношению к инверсии времени, продифференцировав его, и связать, опять же, с ротором электрического поля, чтобы поменять мне четность пространственную. С2. Ну, на самом деле, это уже почти уравнение максимум. Дальше мы должны понять, что мы хотим. Ну, это, как бы, самое простое. Мы знаем, что, в принципе, у нас распространяется свет, то есть эти уравнения должны давать бегущие волны. Ну, тогда их можно скомбинировать, получить волновое уравнение, и тогда можно проверить, что произведение этих констант c1 на c2, это есть минус c квадрат. В свободном пространстве скорость распространения волн, это есть скорость света. Дальше, последнее, что я делал, я просто говорю так, ну, теперь давайте я выберу удобную систему единиц. В удобной системе единиц, как бы, мне нужно, чтобы эти коэффициенты просто были по возможности симметричные. Ну, и тогда я говорю так, пусть c1 это минус... Бред, извините, ну, плохо говорю. c1 на c2 это минус c в минус второй, да? Правда же, значит, минус потерял. Тогда вот так. dE по dT это минус единица на c. Ротор B, ну, а dB по dT это единица на c, ротор E. Все. Вот так вот. Извините, сам забыл уравнение Максвелла. А чего меня смутило? Меня смутило то, что я должен был... На самом деле этого уже достаточно, и то, что произведение их отрицательное, чтобы давало бегущую волну. Тогда произведение этих констант дает скорость распространения этих волн, мы просто и обозначили за c квадрат. Ну, и вот так вот. Если теперь у вас появляются заряды или токи внешние, то тогда легко увидеть следующее, что эти уравнения нужно еще дополнить уравнениями, которые будут содержать уже какие-то конструкции, опять же, с производными полей и с зарядами. Ну, из вектора E легко составить скаляр, дивергенцию E, и дальше выбором системы единиц я говорю, что это есть 4π на ро, значит, плотность заряда. А из магнитного поля я могу составить вектор, который меняет знак при инверсии времени, его связать с током. Я могу написать, что это есть ротор B, значит, минус единицы на c, dE, pDT, плюс коэффициент, который я хочу на плотность тока. Поэтому, в принципе, если у меня появились еще внешние заряды и токи, заряд, скаляр, ток, вектор, ну вот у меня получилось и правильное уравнение Максвелла с учетом материальных соотношений. Ну а дивергенция B равна нулю, потому что псевдоскаляров у нас нет, у нас нет как бы магнитных монополий. В теории Дирака, в его гипотезе, присутствовали магнитные монополии, и тогда, пожалуйста, симметрия могла бы допустить такой вклад. Если бы они существовали, то тогда, значит, дивергенция B могла бы быть равна 4π на какую-то другую букву, на 4π на мю, и можно было бы искать эту плотность магнитных монополий. Но ее нету. Поэтому такое вот сочетание как бы феноменологии, понимания того, что есть в реальности. Вот как устроено электрическое магнитное поле? Что мы хотим получить? Мы хотим получить уравнение с минимальными производными, которые описывают бегущие волны, и теории симметрии, которая строго говорит о том, какие величины могут быть связаны между собой. Только ротор электрического поля может быть связан исключительно с производной магнитного поля по времени. Только ротор магнитного поля может быть связан исключительно с производной электрического поля по времени. Вот эти симметрийные соображения позволяют вам написать уравнение. В общем случае коэффициенты неизвестны, эти коэффициенты устанавливаются в споставлении с экспериментом. Таким же образом можно изучать, например, дисперсию электронов в кристаллах. Вы берете кристалл, вы рассматриваете его симметрию, вы можете написать эффективный гамильтонян, которому подчинялась бы некоторая, что ли, волновая функция электронов-кристаллов. Блоховская функция, эффективный гамильтонян и знать, как устроена дисперсия электронов. Вы можете также изучать дисперсию звуковых колебаний, пользуясь теорией симметрии. Мы про это немножко будем говорить дальше на наших лекциях. Собственно, на этом все, что я хотел рассказать про теорию симметрии, я рассказал. Дальше мы этим будем уже пользоваться. Все хорошо, спасибо, всего хорошего, берегите себя.